Развернулся немножечко. Доброе утро. Доброе утро, Игорь Тихонович. Что у вас там? Второй вопрос, тоже событие незаурядное, то что вышла недавно книга Марии Кикоть, исповедь бывшей послушницы. Тоже достаточно резонансное событие, и выступали уже и священнослужители, и богословы, и миряне. И поэтому то, что описывает автор, хотелось бы узнать от вас, знакомы ли вы с этим, и как бы вы могли бы прокомментировать содержание того, что написано в этой книжке. Ну ведь я свое мнение только могу сказать. Я-то отвечаю во свете Библии. Понравится, не понравится где-то. Я этот материал сразу же, как только он вышел, он ко мне попал. Он называется «Исповедь бывшей послушницы». Вот это глава первая, вторая. Вот я покажу даже картинки. Вот она в монастыре молится. Матушка как микрофон у ней. Вот я даже покажу сейчас. Тут стоят с Путиным рядом. Путин в галстуке. Вот. И там сзади охранники стоят, смотрят. Вот она дальше говорит. На улице было уже почти темно, шел дождь. Я стоял на широком белом подоконнике. И дальше она описывает, как что у ней там было. Ну что это? Я буду выделять только отдельные места. Останавливать. Ну хорошо, описывает, все. Но мирской человек пишет-то. И поэтому люди их слушают. Здесь строжайше было запрещено что-либо есть между официальными трапезами. Она описывает, как в монастыре, порядки, и все недовольны. А у меня, я считаю, у меня в лагере это все было. И у нас в семье так было, чтобы пообедали. Между завтраком и обедом ребятишки бегали с пирожками или шоколадками. Никогда не было. Жди обеда. Здесь строжайше. Она смотрит, как на отрицательное. И дальше. Утром нас всех разбудили. Всем утро. Вообще удивительно. Монахи-то встают там в пять. А эти в семь. Ну, долго работают. Мы уже должны были быть на послушании. Неплохо. Я буду отдельно только места из нее, что она говорит это. И Лена даже после трудового дня перед сном считала что-нибудь из святых отцов о настоящем монашестве, о котором она мечтала уже много лет. Ну, если она избрала этот путь, она это все осуждает. И дальше. Зашла она в соление в арене. Пахла погребом. Я слова говорю. А чем должно в погребе пахнуть? До того интересно мне. Пахла погребом. Ну, в церкви пахнет ладаном. В мастерской где-то бензином пахнет. Выхлопными газами пахнет погребом. То есть это все осуждает она. Об одной пишет матушка Космы. И что интересно, она этого не знает и не говорит. И Николая Козьма и матушки. Мужские имена берут. Никакой женщины с именем Косма не канонизировано. Николая там не канонизировано. Михаила буква подставляет. Это или разведенки, любящих своих мужей, на себя клеймо ставят. Или что. Такой дури никто не знал. В честь кого? Название-то в честь кого-то. Ну, они могут сказать. Ну, в честь Карины, Октябрины. Это называли коммунисты-то где-то. Вот Вилор. Это Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Вилор. А это Косма. Неизменно вежливая, с очень приятными манерами. С нами она была все время какая-то нарочито бодрая. Откуда-то узнали, что нарочито бодрая. И даже веселая. Одежда у нее была довольно странная. Выленившая серо-синяя юбка. Такая старая, как будто ее носили уже целую вечность. Но я про себя беру это. Не менее ветхая рубашка непонятного фасона. С дырявыми рюшечками и серый платок, который когда-то, наверное, был черным. Вот для чего она эти слова пишет? А люди, которые неверно считают, ой, у ней дар писательский. Да говорите, что угодно, и все это пройдет, сглотнете. А за что отсуждают? За одежду. А если богатая, теперь она настоятельностью будет. Какой у нее красный подбой, какое кресло. То есть она не знала, что судить. Была старшая на детской. И дальше говорит. Жила она прямо на кухне, в маленькой комнате, похожей на конуру. Маленькая комната, похожая на конуру. У Наполеона было такое. У Суворова такое. У нашего батюшки, похожей на конуру. Расположена за входной дверью. Там же, в этой коморке, рядом со складным диванчиком, где она спала ночью, не раздеваясь, свернувшись скалащиком, как зверек. Если прохладно, если вернулся, только зверек. То есть видно, явно она не расположена. Это спецзаказ. И она туда пришла, ее заслали. Это засланцы. Если абсолютно, ну тебе какое? Ну а как она спала? На что похожа в маленькой, на конуру? Тебе-то какое до этого дело-то? У тебя большая комната дома. Ну и живи там. Она пришла и везде, и везде разливала свой яд. Недовольство. Вот я это понял, кто. Так. Еще пишет о мамах. Это женщины с детьми, которых их духовники благословили на монашеский подвиг. Вот тут-то как раз и сказать, какой подвиг, когда это запрещено. Монашиство не имеет обоснования на страницах Библии никакого. Идите по всему миру и благовествуйте Евангелие. Какой подвиг-то? Подвиг против истины. Она-то не понимает этого. И там дети их учили музыке, танцам и актерскому мастерству. В это я верю. Это сгодится. Это в церкви. Монахи учат танцам и актерскому мастерству. И дальше его вымени Николай. Николай. А мы работали до 11-12 ночи без отдыха. Ну это уж вранье. До 12 ночи никто нигде не работает. Даже ни у капиталистов нигде. Даже в Освенциме, где там рабочие работали. И не столько... Не работали нигде. Этого не было. Монашеское правило там дальше. То есть она все это... Часто мам наказывали в случае плохого поведения их дочек. То есть говорили, вы должны работать за двоих. Мы растим твоего ребенка. Не будь неблагодарны. Так она... Все правильно говорили. Нет. Это шантаж длился до того момента, пока дети вырастут. Шантаж. Видите как это? Целыми днями эти мамы трудились на тяжелых послушаниях, расплачиваясь своим здоровьем. Да труда-то здоровья-то меньше потеряющим от безделья. Пока детей воспитывали шижие люди в казарменной обстановке приюта. Вы знаете, какие они выражения? Казармен. Ну зачем же ты пришла сюда, тварь? Ну девочку одну привозили, Харитину, перед патриархом, кем она была, перед Бакаларовским Климентом. И она пела песенки и танцевала. Пухленькая, кудрявая, здоровенькая, вызывала всеобщее умиление. И танцевала. Дальше. Тогда я ничего этого не знала. Мы с другими паломницами и мамами с утра до вечера до упаду оттирали полы стены. Да полы никто не оттирает. Врет же она. Ну стекла там протрут один раз. Я был в синоде даже. Никогда еще я не работала с утра до ночи вот так без всяких водок. Вот она и такая бунтует. Она не работала. А нам нужды нет. Еще следовать они постарались серьезно следовать афонскому уставу монашеской жизни. Их туда отец Афанасий посылал. Ну, да как раз они монахи и не должны. Нет, это плохо. Матушка Николая сидела в своей игуменской ста сидии. Как будто сто человек сидит. Ста сидии. Которая больше походила на роскошный королевский трон. Весь обитый красным бархатом, позолотой, с какими-то вычурными украшениями, крышей и резными подколотниками. А там юбка не такая, платок не такой. Ну, а как надо-то? Она здесь не говорит. Ну, раз ей... Ну, патриарх осудил это. Сказал, что... Чем они занимаются-то? По брегу. По гримушками. Матушка Игумене одарила мне лучезарную улыбку, а потела мне руку, которую я спешно поцеловала. Ну, вот от тебя зависело, спешно или не спешно. Матушка была самой очень ласковой. Гладила меня по руке своей мягкой, пухлой рукой. Ну, тут я тоже верю. Такие они есть, поповские ручки. Матушка часто присутствовала на трапезе. Проводила занятия с сестрами, но ела она всегда отдельно у себя в Игуменской. Пищу для нее готовила мать Антония. И я личный Игуменский повар из отдельных, специально для матушки купленных продуктов. Не знаю, не встречал такого. Я обедал с митрополитами, с епископами. Интересно, поели, и сам митрополит стоит, епископ, моет чашку, тарелку после себя. Все сами после себя. Даже никто не убирал. Ну, приготовленная пища там какой-то, послушник или кто-то. А то отдельно где-то готовили. Я это не знаю, не слышал. Я знаю, в офицерской столовой где-то там. А вот у этих, когда считаешь, у немцев, у них они все вместе были. Ну, как говорят. Публичное разбирательство когда было. Я тогда с восхищением подумал, что это прямо как в первые века христианства. Когда исповедь часто была публичной, исповедующийся выходил на середину храма и рассказывал всем своим братьям и сестрам во Христе, в чем он согрешил. А потом получал отпущение грехов. Такое может сделать только сильный духом человек. И, конечно, от своих собратьев получит поддержку от своего духовного наставника помощи себе. То есть она знала, а это не так, не с любовью. Разбирали. У нас три раза в лагере в течение дня разбираем проступки. Все, ей это не нравится. А мне это близко, устав монастырский. Потому что мы так жили-то. Так, матушка попросила встать Иннокинью и Фросинию и начала ругать ее за непристойное поведение. Она была поваром в детской прачечной. Я часто видел ее там, как была паломницей. Небольшого роста, крепкая, с довольно симпатичным лицом, на котором почти всегда было выражение какого-то серьезного недоумения или недовольства. Довольно комично, сосчитавшись с ее низким, чуть мусавым голосом. Она вечно что-то недовольно бурщалась ее под нос. Иногда, если у нее что-то не получалось, ругалась на кастрюле, черпаки, тележки. Сама на себя и, конечно, на того, кто ей попадался под руку. Но я не знаю. Но если так, это... Ну, так она, матушка, и разбирала недостойное поведение. Да. И здесь, матушка и Фросиния стояла, выпущив глаза. Вот если бы она, матушка-то, и Фросиния, которая там кормит ее, ну, немножко уважала бы, выпущив глаза, стояла, опустив глаза в пол, и недовольно мычала, как побитое животное. Ой, ой, она пишет, писательский талант. Да это язва, наполненная уксусной эссенцией. Матушка, она никакого отношения имела к монастырю. Проникла там, пооколачивалась, никогда не забудет первую трапезу с сестрами. Такого позора и ужаса, наверное, я не испытывал никогда в жизни. То есть она жила вольно. Все уткнулись в свои тарелки, быстро-быстро принялись за еду. Мне не хотелось супа, и я потянулась к миске с картофелем в мундирах, стоящей на нашей четверке. Столы на четыре человека. Тут сестра, сидящая напротив меня, вдруг не сильно шлюпнула меня по руке и погрозила пальцем. Я дернула руку. Нельзя? Но почему? Я так и осталась сидеть в полном недоумении. Не о кого спросить. Разговоры на трапезе были запрещены. Все смотрели в свои тарелки, ели быстро, чтобы успеть до звонка. Ну, а то у нас в лагере такое. Мне это приятно считать-то. А что сидеть-то? Белу надо. И разговоры запрещены. Это житие святого. Диффон-то об этом говорит. А когда с благоговением идем, ангелы прислуживают. А когда с кощунством и смехотворством демоны всевают отраву. Камок каши застрял в горле у меня. У нее захотелось еще взять варенье, понравилось. Но когда я потянулась за ним, опять меня хлопнули по руке. Никто на меня не смотрел еле. Но каким-то образом вся моя четверка следила за всеми моими действиями. Через 20 минут после начала трапезы, матушка вновь позвонила в колокольчик. Все встали, поболились и начали расходиться. Вообще здорово. Мне это нравится. Я был в монастырях, где обедал. Ну и там точно так же. Считают вот это. Пожелая послушница Галина, отведя в сторону, начала тихо выговаривать. За то, что я пыталась взять варенье второй раз. А у нас по ложке, по норме. Пряник? Один. Разве ты не знаешь, что варенье можно брать только один раз? А мне было очень неловко. Я извинилась, стала спрашивать ее, какие тут вообще порядки-то. Но ей было некогда. Так. За опоздание хотя бы на несколько минут наказывали ночной мойкой посуды. Вообще здорово. Тебе быстро приучили. Видно, что разболтанная пришла в монастырь. Зачем? Меньше всего это было похоже на занятие в обычном понимании этого слова. Как правило, про послушание своему наставнику, говорила матушка, из афонских отцов считала. И освещение своей воли. Или наставление о жизни в общежительном монастыре. Ну, разве это плохо в кеновьях? Ну, раз уже придумали монастырь, так и надо порядки какие-то иметь-то. И еще. Причем, если сестру ругали, она не должна была ничего говорить в свое оправдание. Это расценилось как дерзость матушки, с большой буквы. И могло только сильнее ее разозлить. С чего она решила, что матушка разозлилась-то? Это у меня, когда начинаю говорить, ой, он злой, он вот то-то-то говорит. И мне это близко. Это она на свой, говорят, саршин все меряет. Перейдя на крик, она могла кричать и час, и два подряд. Ну, врешь же, два часа никто нигде не кричит. Даже в дурдоме за два часа ты устанешь. Даже в гуси два часа подряд не гогочит. Собака два часа не лает. Разозлить матушку было очень страшно. Лучше было молча потерпеть поток оскорблений. А потом у всех попрощить прощение, зимним полконом. Какие оскорбления? Вот она оскорбляет, вот пишет о монастырских уставах. Сплошняком идут оскорбления. Матушка не обрещала ее с любовью, как пишут святые отцы в книжках. Она позорила ее перед всеми, высмеивала, издевалась. Ну, матушке это вине. Вот. И тогда она предлагала, что если не нравится, то иди в мир живи. О, она выгоняет с монастыря. Я считаю, мне все это близко. Особенно желавшие отречиться послушницы были верные матушки. Опять плохо отречиться желает. Вот. И этот прием называется принцип группового давления. Если по-научному такое часто используется в сектах. Но тут уже дворкин, говорит, с рогами вылез. Все против одного, потому что все против другого. Вот такое вот она. Но дальше интересно. Исповедь бывшей послушницы. Протеерей Федор Бородин выступает. Мне тут не надо говорить было. Когда я начал, смотрите, и тут много. Тут проблема монашества взлят со стороны. Я просто беру там протеерей Федор Бородин. Человек изображен искаженно. И он начинает говорить. Дала воду, где там был, где 80 детей перевели. Мать Ксения. Дроски, электричество, дрова. Выделила прекрасный участок земли, огороженный забором. И во всем терпела нас. Ну 80 детей там еще было-то. И она терпела. Я знаю другое. В тексте у бывшей послушницы Марии она предстает как восторюбивый, счастливый человек. Это абсолютная ложь. И я согласен с ней. Ложь. Абсолютная ложь эта послушница пишет. Она и послушница дня не была. Если в своем монастыре она послушницы говорила исполнили уйди, то только потому, что послушница не может в монастыре диктовать свои условия игумене. Это священник говорит. Или старшая монахиня, а должна или действительно выполнять требования, или спокойно уйти, если не может их выполнять. Но так происходит не только в монастыре, но и на любой светской работе. Если ты не готов слушаться начальству, должен уйти. Но как с тобой работать-то? А она осуждает ее матушку. Николаю эту. И дальше она пишет, что она взяла 25 миллионов. Он говорит, как может человек взять 25 церкви в миллионах, да и не спрячешь такие деньги? Тут врет она все. Достоверность равна нулю. Это священник пишет. Ты просто не в курсе. У нее мужик есть, и все об этом знают. Это она говорит. То есть взять и выплеснить такую гадость про человека с именем, с указанием места и служения в интернет без заказательств. Это признак того, что человек в вере Христовой вообще ничего не понял. А уж в монашести так точно. Это священник говорит. Уйдет из масты. А сто человек не могут жить в одном месте только потому, что ими манипулируют. Просто они нашли там радость, свет и любовь. Как на меня говорят, манипулируют, зазомбировал, то другое. Но не могут сто человек одинаково быть. А если Соболев заходит, это подхалим, лицемер и прочее. Он самый больше меня в погибель толкает. Кто? Ну, Марьясов, Михаил Кальмаев. Ну и, конечно, главный из них, кто меня в ад толкает за то, что отзывается положительно, где-то от Соболев, Юрий из Красноярска. Дальше. Священник говорит. Это были самые лучшие люди, самые глубокие, самые настоящие христиане. Они сделали выбор бескомпромиссного следования за Христом, отказавшись от возможности создания семьи и вообще от каких-то земных удобств и прочее. Но они так поняли. Это действительно герои веры. Мы пошли не тем путем, я говорю, вот в чем дело. Там надо идти в мир и благовествовать, а не прятаться. Они смогли. Поэтому по опыту своих друзей, принявших монашеский постель, хочу сказать, что действительно, свет инокам ангелы, свет мирянам иноки, ну уж это хватили, свет мирянам Христос, а свет инокам Христос. Нигде не написано, что ангелы светами являются. Это уже священник хватил через край. Ну я просто беру. Я увидел, с какой любовью они смотрели на галдящих, шумящих в раме усталых детей наших. И мне было очень неудобно. Видишь как. Господь нас протестировал. Несудимы да несудимы будете. Матфея 7.1. Для монахини или послушницы, которая хочет быть монахиней, можно предложить еще большую меру. Она изложена в жизни, в житии Ава Макария Великого. Кавычки. Он был поистине земным богом. Потому что, видя чужие грехи, как бы не видел. И слыша их, как бы не слышал. Ничего себе. Он видел и не видел. То есть грехами умирали. Да какой же это был, как Бог. Это монашеская мерка. Тебе все равно? Люди погибают. И он не видел и чужие грехи. Он должен был остановить, рассказать и показать. Почему Златоус это видел? Самое маленькое где-то было. Он сразу говорил. Стоят в храме, топчутся, разговаривают, как кони. Разговорами привезли кучу навоза здесь. Вот как он говорил. Но видят согрешают. С порождений. Змеи, хидны. Откуда я сказал? Враг всякой правды. Сын дьявола. Он был поистине земным богом. Но это уже глупость. Ну, то есть такое. А тот, кто просчитал, говорит, чтобы не забыли, чтобы сказать это на исповеди. На исповеди. Ну и дальше комментарии идут. Тут комментарии очень интересные. Югумени, Кио, тут я уже это выписал. Которые люди выступают где-то. Все плохо. Ну и книга сейчас содержит. Я не стал смотреть. Отзывы хорошие есть. В Жировицком монастыре везде видел это самое, пусть не горение, но тление искреннего стремления к монашеской жизни. Какого-то удивительного огонька в глазах людей, который невозможно подделать. Отдавали монастырю, там угодья и пишут еще. А если благословение настоятеля, это привыкли так говорить, а тут, кажется, священник говорит. Или сразу настоятель не благословил. Исчез тот дух монашеского оптимизма. Появилась какая-то безличность, бесхарактерность. Если характеризовать это ощущение, как его чувствует сердце. И какие отзывы. Это кто же отзыв-то такой дает? Сейчас я гляну. Это какой-то большой человек. Вообще-то не указано. Когда еще в 90-е годы, тогда еще был 20-летний юноша, был послушником Курской коренной, Югумен Григорий Корен. Ну вот видишь как. Люди какие дают. Что еще? Тление у них. За 7 лет православной жизни, после спадения розовых неофитских очков, трехмесячного пребывания в монастыре, увидел наконец всю, или почти всю, настоящую реальность, если можно сказать, православной секты. Это монастырь и секта. Ну, исследование у нас тут проводил. Это действительно. Все отнято, ничего нету. Имения нет, прав никаких нет. Как Андрей Кураев говорит. И выпну тебя, и жаловаться не имеешь права. Неприятное слово, но иначе как православное сектантское учение это не назовешь. Конечно, священство будет отстаивать свою правоту. Ведь с одной стороны, у многих семей, которые требуют денежного вливания, правильно, монахи, которые иной жизни не знают, им приходится приспосабливаться к тем ситуациям, чтобы выжить. Как же разница теперешняя православия с учением Христа, как земля от неба? Считаешь Слово Божие, и не видишь никакого монашества. Никаких православных, католиков, протестантов. Если были, то христиане. Вера апостольская. Но что еще надо? Считай Евангелие, живи по нему. Все так просто. Научиться делать добро. А то вот он поминает. А то кто-то из священников, по-моему, из комментариев. Ну и тут почему-то не подписано, или у меня нету. Я просто прогоняю сейчас. Отзывы какие были. Отзывы хорошие есть. Ну, наш этот отзыв, его не поместишь, только в нашем, вот здесь. Архиерей покрывает игуменью. Все покрывают друг друга. Никто не признается, что эти игумени страдают самодурством. Всегда виноваты мы, те, кто ушли из монастыря. Прошло 11 лет, как я ушла из монастыря, а мне до сих пор снится этот кошмар, что я в монастыре, и нет ни одной возможности из него уйти. Ну, это Мария, говорят, благодарение. Да, были такие. Я монастырьские уставы изучал, открытым оком 7-й, 8-й том. Я разбираю все до одного жития. И евангельского там, как говорится, кот наплакал. Я сравниваю, в сравнении с Библией. Все не по Евангелию. Интересно, перед монастырем по уставу садили три пальмы, и на них висели плети. А одни для тех, кто приходит на поклонение, не так ведут себя. Другие для монахов, а третьи для беглецов. И вот выйти нельзя было, вывезти. Он теперь увидел, что там нельзя вывезти. Выводить можно было через два года. Два года это уже определенно, не сбежать. И вот теперь его ходили, за ним смотрел там бригадир там на работе. А у того уже план был, как сбежать. Если он сбежал, большего греха не было. Искали, кажется, два или три дня. Если бы не было, какие кары обрушились на бригадира? Освенцам настоящие. Ни одной посылки нельзя получить. И денег нет, переводы не принимают. Матераполит Клемент Старс тут говорит, если бы они были офицерами, могли бы по прочтению, что такое у них творится, стреляться. Если были бы самураями, харакири однозначно. Ну а так пусть живут. У них ничего нету. Так, пусть живут уже. Никакого харакири нету. Что нужно? Вести шестичасовой рабочий день в монастырях. Два раза в год собирать всех архиереев, проводя для них семинары и консультации. Всероссийскую игуменю раздеть и отправить на скотный двор. Детей из монастырских приютов изъять, успокоить, допросить и реабилитировать. В более человеческих условиях, особенно усердных матушек, примерно наказать. Обязать стихтоведов, Дворкина, Чернышева и других под руководством протодиакона Андрея Кураева переписать их книги, добавив в главу о деструктивной деятельности православных монастырей и старцев, подкрепить примерами из вышеназванной книги. Это что нужно сделать? Классическое ФБД. Посему провести семинары и доклады в каждом городе на тему психологической манипуляции в церкви. Для чего рабе Божией Наталье Скуратовской оказать полнейшее содействие и обеспечение. Ну и дальше про митрополитов. Мы где еще увидим живой пример из Евангелия от Матфея в наши дни? Не делайте с рабами человеков, о чем принять соответствующие поправки в законодательство специально для Русской Православной Церкви. Изъять из продажи книги о монашестве как прещающее, переработать бумагу и издать особой серии правила Гангерского Собора. Вот какие требования требуются. Это по отзыву. Я посчитал и увидел, что это просто засланка была туда, послали ее. Но кое-что полезное можно взять, когда она вот то, что в конце сейчас считаем. Поэтому, когда я говорю о Невзорове, Александре Глебовиче, и показываю, что у него неправильно, его ненависть дикую, и что полезное, мне не поймут. У вас какая-то двойственность. Я говорю, почему двойственность? У меня тройственность. Я не согласен на двойственность, потому что одно думает, другое говорят, третье делают. А у нас должно быть одинаково все. Ну вот мое рассмотрение этой послушницы. Мне вот заказывают эти темы, я столько времени трачу на это. Ну, но я выставить-то никак не могу. Как я это выставлю? То, что говорю. Писать некогда. Ну, так вот и уйдет отдельным роликом. Ну, вот все у меня. Что, люди во свете Библии, можно сказать, не рассматривают ничего. А во свете Библии, если бы смотрели, она бы была другая, и по-другому все было. Сколько она могла получить, пришла, занималась, приехала. Вот у нас в лагере, когда приезжают, люди живут. Как они уезжают, как прощаются. Вот нынче крещение, двое из Белоруссии приняли там. Сколько радости у них. Да, они жили, да, работали. Наши правила. Разбор идет. Приезжали люди. И мы идем, когда где-то, на работу, или что, бежать только бегом. Ой-ой-ой, ничего. Маленько животы растрясете. И вот они сидят, щашку поднять, вылезать. Все делают, как вы видели, какие порядки у нас в лагере. У нас свой монастырский устав, интересно, который живут они, мазанки, называется кельи. Тоже по-монастырски. Устав так и называется. И поэтому в этом уставе, который на нее свалился, то там ничего такого нет, если бы она не врала. А вот то, что сказали, надо сделать, ну и сделать. Ну и шестичасовой, если остальное время пускай работают, занимаются, отдыхают, купаются, ходят где-то. А до 12 ночи она работает. Да темно, а до 12 ночи-то никто не работает. Урет она все это. Ну вот мое такое рассмотрение, что хорошего можно там капельки взять, а вот отзывы пошли хорошие. Батюшка хорошо сказал. Все это ложка сплошная. Вот такой мой ответ. Спасибо, Христос, Игорь Тихонович. Тогда не буду задерживать. А? Не буду тогда более... Ну все тогда, все. Все, а то меня Володя торопится на работу еще. Спасибо, Христос. По славу. По славу Божию. Благодарю. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok